Теория происхождения человека Существует несколько теорий происхождения жизни. Одна из теорий – это космическая теория, есть теория первичного бульона и есть теория химической революции. Давайте рассмотрим все эти теории. По большому счёту, назвать это теориями нельзя. Скорее, это гипотезы. Но принято говорить теорией, поэтому мы с вами тоже будем говорить именно так. Итак, космическая теория. Основным элементом этой теории является панспермия, то есть идея переноса жизни. Впервые понятие панспермия использовал древнегреческий учёный Анаксагор в V веке до н.э. Уже в XX веке эта идея всё более и более развивалась и дошла даже до того, что современные учёные говорят о том, что существующие эпидемии или моровые болезни – это следствие того, что на кометах, на метеоритах или на космических аппаратах к нам извне приходят инородные какие-то бактерии. В 2014 году российский спутник Фотон М4 приземлился, и цель этого спутника была проведение некоторых экспериментов. Так, на Фотоне было 11 линеек бактерий. Эти бактерии оказались в космосе, и по возвращении Фотона выяснилось, что одна линейка бактерий выжила, и после возвращения из космоса эти бактерии продолжили размножаться. В 2019 году учёные заявили о том, что они сумели выделить на метеорите молекулу рибозы – это основа жизни на Земле. А в 2020 году на одном из метеоритов был найден белок – гемолитин. Это единственный белок на Земле внеземного происхождения. Теория первичного бульона была сформулирована в 1924 году советским биологом Алексеем Апарином. Этот учёный предположил, что жизнь на планете зародилась порядка 4 миллиардов лет назад в мелких водоёмах. Тогда ещё не было кислорода, но был водород, вода, аммиак и метан. Находясь в водоёмах, эти вещества под воздействием электрических разрядов от молний, под воздействием высокой температуры и космического излучения превратились в органические вещества. Третья теория – теория химической революции. Она говорит нам о том, что существует водно-углеродный шовинизм. Это постулат о том, что жизнь на Земле может существовать только в белковой форме. Но изначально белков не было. И приверженцы этой теории говорят о том, что очень-очень давно сложные вещества путём самоорганизации из неорганических веществ превратились в органические. На сегодняшний момент существует даже версия техногенной панспермии. Суть этой версии заключается в том, что человечество сейчас в 21 веке отправляет в космос огромное количество космических аппаратов. И нет никакой гарантии, что на этих космических аппаратах на другие планеты не попадут наши бактерии. И учёные опасаются, что в результате переноса земных бактерий в космос там может быть уничтожена жизнь до того, как мы сможем её изучить. Давайте рассмотрим теории происхождения человека. Таких теорий на сегодняшний момент очень много. Все они имеют сторонников и имеют критиков. Существует теория эволюционная или теория Чарльза Дарвина, теория творения, аномалии пространства или теория вмешательства. Давайте рассмотрим опять же все эти теории. Начнём мы с вами разговор с теории самой древней. Это теория творения или креационизм. Суть этой теории заключается в том, что мир создан творцом. В разных мифологиях творец, соответственно, разный. Но главное, что это была теория творения. Самый ранний миф о творении земли человека – это миф о ныряльщике. Он характерен для народов Севера и насчитывает примерно 15 тысяч лет. Во всех мифах северных народов меняется животное. Но животное должно быть водоплавающее. Это мог быть бобёр, рак, утка, гусь. Совершенно разное. Главное, чтобы это животное могло нырять. И вот миф о ныряльщике говорит о том, что самый удачливый ныряльщик однажды вынырнул из воды, держа землю. И вот так на этой земле появляется жизнь. Есть варианты, когда жизнь пришла из-за смерти какого-то великана. Например, китайская легенда о великане Паньгу. Великан вольно или невольно становится основой жизни. Когда умирает Паньгу, то из разных частей его тела возникают моря, суша, деревья, трава, животные, растения. Например, человек появился из вшей, которые были на Паньгу. И афрамические религии, к которым относятся иудаизм, христианство и ислам, они говорят нам о том, что человек был создан по образу и подобию Бога. Иудаизм и христианство более подробно расписывают этот процесс, когда мужчина был сделан из глины, а женщина была сделана из ребра мужчины. А Коран говорит скупо, что Аллах создал человека и джинов. Теория Чарльза Дарвина имеет очень много последователей, но она тоже подвергается постоянной критике. Эта теория несовершенна, но на сегодняшний момент это максимально доказанная теория. В чем же суть этой теории Чарльза Дарвина? Чарльз Дарвин – это британский ученый, который в 1859 году опубликовал свою работу «Происхождение видов» и попытался доказать в этой работе, что человек разумный, хомо сапиенс и обезьяна имеют общего предка. Основные постулаты его теории таковы. Животные размножаются, и в какой-то момент возникает перепроизводство. Потомства становится слишком много, а еды больше не становится. И вот в этой ситуации между особами начинается борьба за выживание. Выживут те особи, которые сильнее. Чарльз Дарвин назвал это естественным отбором. Выживут те, кто быстрее бегает, кто может выше залезть, у кого шире размах крыльев – это естественный отбор. В результате естественного отбора у каждого вида накапливаются положительные мутации. И когда этих положительных мутаций становится много, они накапливаются, то появляется новый вид. Одним из доказательств и теории Чарльз Дарвин приводит такой факт. В мире насчитывается порядка 100 нуклеотидов. Но всё живое, ДНК всего живого на Земле, использует всего 4 нуклеотида. Теория аномалии пространства говорит нам о том, что существует множество планет с биосферой. И появление человека на планете Земля – это просто случайность. Произошла какая-то аномалия, и жизнь, которая была на другой планете, оказалась на нашей. Теория вмешательства – это теория предполагает, что жизнь на нашей планете, человек – это результат действия инопланетных сил. Эта теория подразделяется на две подтеории. Одна подтеория говорит нам о том, что человек появился в результате скрещивания земного прародителя и космического прародителя. А вторая версия говорит о том, что человечество – это продукт деятельности инопланетян. Они сделали эту ДНК и поместили её на Землю. Приверженцы этой теории считают, что мы с вами не первая попытка создать человечество. Вы помните мифы, наши обычные земные мифы о том, как погибла Атлантида, о всемирном потопе, который уничтожил всё человечество? Так вот, сторонники этой теории считают, что человечество бракованное получается, и поэтому периодически оно уничтожается. Сторонники этой теории считают, что мы с вами тоже несовершенны. Теорий очень много, я ещё раз повторюсь, они имеют право быть все. Но теория Чарльза Дарвина максимально доказана. Поэтому мы будем опираться всё-таки на эту теорию. Давайте рассмотрим этапы эволюции человека. Человек-умелый, Homo habilis, появился в Африке 2,5 млн лет назад. Человек-прямоходящий, Homo erectus, проживал на территории Африки и Евразии 2 млн лет назад. Неандерталец проживал на территории Европы и Азии 350 тыс. лет назад. И современный человек, Homo sapiens, человек разумный, появился примерно 200 тыс. лет назад и проживал повсеместно. Давайте вспомним основные положения нашей темы. Существует несколько теорий происхождения жизни на Земле. Космическая, первичного бульона и теория химической революции. Креационизм – это теория создания мира творцом. Эволюционная теория происхождения Чарльза Дарвина максимально доказана. Существуют теории попадания человечества на Землю из космоса. Человечество существует 2,5 млн лет. Для закрепления нашей сегодняшней темы давайте выполним задание. Попробуем соотнести название теории с основными ее положениями. Аномалия пространства, теория первичного бульона, теория вмешательства, креационизм или теория Чарльза Дарвина. Итак, человек создан по образу и подобию Бога. В результате естественного отбора выживают сильнейшие особи. Человечество попало на Землю случайно из других планет. Превращение молекул, имеющих углерод, в органические вещества – люди, потомки инопланетян. Давайте проверим. Итак, аномалия пространства, это человечество попало на Землю случайно из других планет. Теория первичного бульона, идея о том, что молекулы, имеющие в своем составе углерод, превращаются в органические вещества. Теория вмешательства, люди – это потомки инопланетян. Креационизм, человек создан по образу и подобию Бога. И теория Чарльза Дарвина, в результате естественного отбора выживают сильнейшие особи. Давайте из перечисленных терминов найдем термины, которые соответствуют основным элементам эволюционной теории. Креационизм, естественный отбор, Адам и Ева, панспермия, первичный бульон, Чарльз Дарвин, борьба за выживание, Алексей Апарин. Итак, правильные ответы. Естественный отбор, Чарльз Дарвин, борьба за выживание. И давайте попробуем определить термин по признакам. Наука о происхождении человека – это. Философская концепция, которая рассматривает Землю и человечество как результат деятельности Творца – это. Процесс постепенного непрерывного изменения – это. Наука о происхождении человека – это антропогенез. Философская концепция, которая рассматривает Землю и человечество как результат деятельности Творца, называется креационизм. Процесс постепенного непрерывного изменения называется эволюция. Выберите из предложенных правильные суждения. Итак, правильными являются. Теория вмешательства предполагает занесение человека на Землю из космоса. Африка – это родина человечества. Самая ранняя теория, объясняющая появление человека – это креационизм. Современный человек – это Homo sapiens. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok